Горе тоже свернули. Правда, совсем по другой причине. Американским конструкторам так и не удалось решить ключевых проблем. Тарелка «Скиммер» была слишком тяжёлой, расходовала колоссальное количество топлива и не могла летать на дальние расстояния. Мало того, конструкция не позволяла «Скиммеру» совершать сложных манёвров. Под воздействием встречных потоков воздуха судно часто опрокидывалось. Именно поэтому большинство испытательных полётов летающих дисков заканчивались катастрофой. Получается, и советская, и американская программы по созданию летающих тарелок были свёрнуты уже к середине 50-х годов. Правда, свидетельств о встречах с неопознанными летающими объектами меньше почему-то не стало. Это говорит только об одном. Или военные продолжали разрабатывать новые виды летающих тарелок. Или дело всё-таки не в них.